Всем привет, с вами Доминик Джонс и сегодня я хочу продемонстрировать такую игру, как Hysteria Project. Сейчас не удивляйтесь, я просто хочу создать такую же игру, только которая будет про жизнь русского студента. Да, будет мой первый проект, я уже разобрал этот АПК и попробовал заменить одно видео. Сейчас вы это увидите, не удивляйтесь, в нем я экспериментировал с Adobe After Effects, просто засунул, чисто проверить. У меня это получилось, как вы сейчас увидите сами, вот это я делал энергетический шарик, вот так вот. Вот так вот, да. И собственно, я хочу теперь сделать игру, всю эту переснять, то есть изменить вот эти все надписи, вот эти фотографии и назвать ее жизнь русского студента, которая будет об одном дне русского студента. Я думаю, игра получится и бессмысленной, но зато будет русской и, думаю, понятной любому студенту. Ну, давайте перейдем непосредственно к сюжету игры. Итак, нас связывает скотчем какой-то мужик с топором, в первом видео, которое я заменил. И, собственно, дальше мы выбираем, что нам нужно делать. Ну, давайте сделаем убрать скотч с рук, освободиться из-под скотча. Вот так вот. Довольно интересно сделанная игра, в наушниках играть довольно приятно, потому что радуют все эти звуки, весь, как бы, вся эта гнетущая, ужасная атмосфера, ну, атмосфера ужаса, да. Продолжим развязывать руки, я пока в нее толком не играл, выбежал в лес только и все, собственно. Ну, вот. Думаю, будет прикольно, если получится сделать русскую игру, ну, или хотя бы просто переозвучу эту, сделаю что-нибудь типа гоблинского перевода. Тоже, думаю, получится неплохо. Ну, в дальнейшем посмотрим, что у меня выйдет, ну, и так далее. Конкретно по игре игра меня порадовала, потому что это первая игра в таком стиле, в которую я поиграл. Есть еще одна, типа интерактивного мультика, тоже, кстати, неплохая, не помню, как называется. Советую всем любителям ужасов поиграть в нее. Конечно, смысла в ней тоже нету, но, тем не менее, игра, можно сказать, как я думаю, для меня, по крайней мере, это первая в таком вот роде игра. Так что, тем, кто еще не играл, советую поиграть. С вами был Доминик Джонс и ждите новых обзоров.